любите ли вы сосиски так же как и я если да то усаживайтесь поудобнее сейчас будет рассказ о том как делают утиной сосиски если вы уже видели на канале ролик про венские сосиски то многое из показанного вам покажется знакомым потому что процесс производства венских и утиных сосисок практически идентичен отличается только состав продуктов для начала нужно порезать на небольшие куски утиное мясо и другие ингредиенты обычно для производства колбас и сосисок используется несколько видов мяса так и в этом случае вместе с утиным мясом используется свинина и говядина поэтому название можно считать весьма условным затем мясо отправляется в мясорубку для получения фарша после окончания процесса через мясорубку пропускают лед чтобы убрать остатки фарша далее фарш загружают в этот аппарат который называется кутер он с большой скоростью режет своими лезвиями и перемешивает все содержимое будущих сосисок в однородную массу конечно же сюда добавляют соль специи а также куриные яйца если вы сомневаетесь правильности названия и произношения термина кутер то загляните в профессиональные источники чтобы убедиться в том что я произнес это слово как надо в кутер также добавляют лед или холодную воду чтобы фарш в нем не сварился от высокоскоростного перемешивания процесс измельчения мяса в этом аппарате называется кутирование если у вас вдруг возникли сомнения в том что я не показал все ингредиенты используемые для производства этих сосисок то можете не сомневаться на этих кадрах все то же самое что видел и я здесь нет свинных шкурок рогов копыт в сои туалетной бумаги и всего того что вы можете нафантазировать эти сосиски делают для небольшой сети кафе и ресторанов не в промышленных масштабах потому нет необходимости экономить на ингредиентах чтобы удешевить конечный продукт через несколько минут масса готова и ее выгружают чтобы переместить на следующий этап упаковку в натуральную оболочку массу загружают в эту емкость которая подает измельченный фарш в трубку через которую она порционно выдавливается для упаковки используются тщательно промытые и очищенные натуральные бараньи кишки их отмачивают в воде и натягивают на металлическую трубку они бывают разного размера в зависимости от того какие колбасные изделия будут производиться кончик кишок предварительно завязывается в узел далее работник нажимают на кнопку и кишки заполняются массой аппарат автоматически пережимают кишки в процессе заполнения так и получаются сосиски работник мясного цеха прокалывает сосиски чтобы они не потеряли форму при копчении затем сосиски развешивают на такой вешалке которая попадает в коптильную камеру кстати если меня смотрят представители мастерских заводов фабрик и других предприятий то напишите мне письмо я сниму о вас такое же интересное видео которое выйдет на этом канале для копчения используются щипа ольхи она загружается в эту печку трубку которые подведены к коптильной камере сразу после копчения они охлаждаются водяным душем это делается для того чтобы они не стали морщинистыми и не испортили свой товарный вид и и Субтитры сделал DimaTorzok На этом все. Приятного аппетита! Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok